Друзья, привет! Меня зовут Игорь, вы на канале Техногайд. И знаете, мне всегда нравились мышки-трансформеры. Такие аксессуары, которые можно настраивать, перенастраивать под себя, кастомизировать, что-то добавлять. И я отдаю себе отчет, что я не использую, вот лично, я не использую возможности таких аксессуаров на все 100%. Но для меня это некий геймерский фетиш. Вещь, от которой получаешь удовольствие от ее эстетики, когда используешь. При этом я знаю, что есть много пользователей, которые по полной используют возможности таких мышек. Я это к тому, что аксессуары такого формата, они не оставляют никого равнодушным. И в этом обзоре как раз такая мышь. Cougar Dual Blader. Футуристическая, заряженная и невероятно амбициозная. Сейчас познакомимся с ней поближе, но перед тем, как продолжим, попрошу вас подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. У нас еще много будет интересного. И погнали смотреть. Итак, вот в такой упаковке продается данная мышь, прозрачная передняя стенка. И мы сразу видим, сколько здесь всяких штук для кастомизации. У вас будет две пары боковых накладок и вот такие рычажки. Накладка на рабочую поверхность с вот такой красивой текстурой. И съемный кабель USB Type-C в обмотке. Вот так выглядит Cougar Dual Blader в базовом варианте сборки. И надо сказать, что уже вот в таком варианте она выглядит очень эффектно. Сочетание поверхностей из качественного черного пластика и металлических элементов, цвета черный с серым. Вот здесь в тыльной части целая система регулировки, которая не только позволяет гибко все настроить, но и выглядит очень круто. Снизу ножки разделены на множество элементов, что тоже ложится полностью вот в дизайнерскую канву этого аксессуара. Мышь отлично лежит в руке, если вы ее настроите под себя. В этом как раз фишка главная этой модели, что вы не получаете некую оптимальную по мнению производителя форму, а сами как бы создаете свою мышь. Поэтому если вам что-то неудобное, не нужно покупать другую мышь. Просто экспериментируйте с регулировками и добивайтесь идеальной формы. Вот как это делается. Сверху здесь такой рычажок, который регулирует высоту аксессуара. Мышка может быть вот такой плоской практически, с низкой посадкой, а можно сделать ее выпуклой. Винт сзади меняет высоту рабочей поверхности, на которую ложится ваша ладонь. Вот таким образом это происходит. Регулировать можно отверткой, а можно и вручную. Боковые зоны крепятся на магнитах. Их тоже меняем, как вам удобно. Есть варианты побольше, есть поменьше. Колесо прокрутки прорезиненное, снабжено подсветкой. И есть, конечно же, функция нажатия. Кабель в обмотке, как видим, он отсоединяемый, а его длина 180 см, то есть универсальная. По эргономике эта мышка симметричная, а это значит, что подойдет и для правшей, и для левшей. Вы знаете, как трудно бывает подобрать оптимальную для себя модель, если вы левша. Это всегда сужает выбор. Здесь же все клавиши дублируются по обеим сторонам. Но я не советую сразу цеплять на эту мышку все возможные элементы, как я это сделал, просто чтобы вам показать. А лучше всего идти от меньшего к большему. Начните с базового варианта, без вот этих курков. Если вам что-то дополнительно понадобится, просто добавляйте. Если вот так сразу все нацепить, то, наверное, будет не совсем удобно, как по мне. Но если у вас пальцы пианиста с какой-то безумной моторикой, то, может быть, вам и зайдет. Качество сборки, надежность конструкции – это то, за что я больше всего переживал. Не секрет, что чем сложнее конструкция, чем больше каких-то съемных деталек, тем больше вероятности, что вылезет какой-то люфт, что-то будет болтаться. Но, как оказалось, это совсем не обязательно. Кугар удалось сделать мышку с реально сложной конструкцией трансформер, где по конструкции просто вот ни к чему не придерешься, ничего не болтается. Что здесь по внутреннему оснащению? Ресурс переключателей основных заявлен на уровне 60 миллионов нажатий. Мышь оборудована сенсором PWM3389, максимальная чувствительность 16000 DPI, частота опроса до 2000 Гц, максимальное ускорение 50G. Давайте послушаем, как звучат основные переключатели и дополнительные кнопки, чтобы вы имели представление. Мышка работает в связке с фирменной утилитой Cougar UIX System. Она скачивается с сайта производителя, для каждой модели свой вариант. Вот такой интерфейс, и здесь вы можете гибко настроить все параметры, начиная от подсветки, переназначения клавиш, какие-то хитрые комбинации чувствительности и частоты опроса. Кстати, если говорить о подсветке, то подсвечиваемых зон тут реально совсем немного. Колесо прокрутки и вот эта клавиша, которая отвечает за переключение DPI. Собственно, это все. Единственное, чего здесь не хватает, чтобы был уже полный фарш, это грузиков для регулировки массы. Вот этого нет. Но в принципе, вы можете регулировать вес этой мышки за счет съемных деталей. Он будет варьироваться от 99 до 107 грамм. Понятное дело, что при этом меняется и эргономика мышки, поэтому именно от нее, от нее от массы нужно отталкиваться. Цена Cougar Dual Blader 2500 гривен или чуть меньше 100 долларов. Можно ли найти варианты подешевле? Думаю, да. Но это будут в основном предложения от малоизвестных брендов. В то время как Cougar официально представлен у нас в Украине, то есть у вас будет полноценная гарантия. И в принципе, к надежности этого бренда вопросов не возникает. Сам их мышки использовал неоднократно и остался доволен. Cougar Dual Blader можно рекомендовать самой широкой аудитории геймеров. По той простой причине, что эта мышка подойдет просто всем за счет тех самых гибких регулировок. С одной стороны, форма мыши традиционная, без каких-то диких экспериментов в плане дизайна, как оно иногда бывает. Это классическая мышь, но с широкими возможностями аппаратной кастомизации. Точно так же это отличный вариант в качестве подарка. Если вы знаете, что человек играет, но не знаете с какими мышками он это делает, то вот это беспроигрышный вариант. Потому что здесь настраивается буквально все под любую руку, под любые требования. При этом можно экспериментировать по мере использования. Начали с базового варианта, поняли, что чего-то не хватает, добавили вот эти курки, подняли или опустили по высоте. В общем, есть практически все, чтобы создать идеальную мышь под себя, разве что нет регулировки массы. Друзья, на этом все. Пишите комментарии, как вы считаете, стоит ли сегодня покупать вот такие мышки-трансформеры. Возможно, у вас есть собственный опыт с таким форм-фактором или с этой конкретно моделью. Будет интересно пообщаться. И обязательно подписывайтесь на канал, у нас впереди много интересного. Я уверен, что вы не пожалеете. До скорого. Пока.